Вооруженным силам Казахстана 30 лет. В честь юбилея с концертной программой из столицы Валматы приехали солисты ансамбля песни и танца Нацгвардии страны. При помощи оригинальных номеров артисты не просто прославляют достоинства воинской службы, но и пытаются привезть молодому поколению чувство патриотизма. В атмосферу торжества окунулась и моя коллега Салтанат Нургалеева. Ансамбль песни и танца Национальной гвардии был сформирован в 1992 году. Сегодня это один из ведущих творческих коллективов региона. В его составе более 120 человек – солисты хора, танцоры и целый оркестр. А в репертуаре не только военные песни и народная музыка, но и современные молодежные стили и танцы народов мира. Воспитание казахстанской молодежи в духе казахстанского патриотизма, призывного контингента, направляемый для прохождения срочного службы в ряды вооруженных сил. И в ходе работы обязательное посещение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, посещение детских домов и домов престарелых. И кроме того, в работе информационно-пропагандистской группы имеется концертная программа. Подготовленный художественным коллективом ансамбля «Концерт» прошел под девизом «Служу Республике Казахстан». Это рабочая поездка информационно-пропагандистской группы в рамках республиканского тура. Программа направлена на патриотическое и нравственное воспитание личного состава и молодежи через музыкальное искусство. Третий тур. Первый тур произошел у нас в городе Караганда. Второй тур – Тимир-Тау-Жиз-Казган. Третий тур – Алмата, Тал-Ду-Корган, Хонаев. И четвертый тур у нас будет в Восточно-Казахстанской области. И пятый тур – Западно-Казахстанской области. Мы показываем через музыку, что и в вооруженных силах есть такие талантливые ребята. Выступление солистов ансамбля приятно порадовало зрителей концерта. Среди исполнителей – солдат национальной гвардии Дархан Байгожаев. Военнослужащий – автор популярного видео в Тик-Токе, которое набрало почти два миллиона просмотров. Говорит, ролик он снял, чтобы вдохновить будущих призывников на достойную службу. Нынешняя молодёжь негативно относится к армии. Но мы ведь сейчас служим, и всё хорошо. Есть свои трудности, конечно. Этим видео в Тик-Ток мы хотели показать, как быстро проходит год в армии. Но зато какую пользу это может принести. Ну а самым трогательным моментом вечера стала встреча матери с проходящим воинскую службу сыном. Солдат специально приехал на концерт из столицы, чтобы порадовать маму. Я не говорил маме, что приеду. Попросил только сестру привезти её на концерт. Очень рад, что сюрприз удался. Я рад увидеть свою маму. Думаю о сыне и сразу начинают трястись руки. Ноги подкашиваются. Я так давно его не видела. Не могу поверить, что мой сын устроил мне такой приятный сюрприз. Конечно, я очень им горжусь. Я считаю, что это долг каждого мужчины отслужить в армии, а после защищать родину. Среди гостей праздничного мероприятия были и ветераны, и действующие военнослужащие. Лучших из них наградили за достойную работу по обеспечению безопасности государства и общественного порядка.